Нешуточные страсти разгораются вокруг двух чебоксарских школ. Основному зданию начальной общеобразовательной школы номер один, расположенной по улице Ярославской, в этом году исполнится 77 лет. Здание находится в аварийном состоянии. Недавно появилась информация, что школу хотят перевезти в здание на улице Гайдара, но для этого придется переформировать 11-ю общеобразовательную школу. Где окажутся старшеклассники, разбиралась наша съемочная группа. В микрорайоне текстильщиков 11-я школа начала свою летопись с 52 года прошлого столетия. Когда-то она носила гордое звание 11-я Гвардейска. Учитель технологий Людмила Горбунова сначала сама здесь училась, теперь более 20 лет обучает детей швейному делу. Ежегодно 11-я школа отправляет свои подарки подшефным детским домам, школьным садам. Фартуки, подушки, кукольное постельное белье и другие принадлежности, сделанные от всего сердца своими руками, неоднократно приносили победу на республиканских региональных соревнованиях. Но 25 января спокойствию школы пришел конец. Они не представились, не постучали в дверь. У меня шел урок. Они пришли, разложили свои какие-то, я не знаю, чертежи что ли и начали выяснять, какой ремонт они в моем кабинете будут делать, что нужно поменять полы, что нужно поменять потолок. Учащиеся, наблюдавшие за происходящим, тоже занервничали. Узнав о грядущих изменениях, переплошились и родители. Принято решение обратиться от имени работников, родителей, учащихся с просьбой разобраться в данной ситуации к представителям местной власти. А если не поможет, то и выше. Мы люди цивилизованные. Можно было провести какие-то совещания, какие-то переговоры, какие-то собрания, поставить нас в известность. Мы вынуждены принимать такие меры. Микрорайон новый, микрорайон разрастается, вводятся новые жилые дома, 19-этажные, 21-этажные. То есть дети в будущем, поток детей пойдет. Вот как прокомментировали возникшую ситуацию. По ситуации, возникшей вокруг 11 школы и НОЖ-1, сообщаем следующее, что обе школы образовательных учреждений работают в штатном режиме. И, соответственно, если могут возникнуть какие-то изменения, то они будут, естественно, заранее официально доведены. Присоединить НОЖ-1 и в старший класс разогнать, окажется очень большая ошибка. Я очень на это надеюсь. И учитывая то, что вы уже направили все вот эти письма наверх, мы надеемся получить исчерпывающий ответ о том, что все-таки это ошибка и что этого не произойдет. Вот это самое главное, наверное, к чему мы очень стремимся. Регина Кубайкина, Евгений Анисимов, Республика.